Приветствую еще раз. Собственно, мой доклад Local SEO. Не знаю, насколько он будет 80 левого, думаю, ну, возможно, да. Немного про Local SEO. То есть я вначале немножко расскажу, почему. То есть мы смотрим эту сторону очень активно и уже работаем с рядом проектов, потому что более 50 всех запросов локальные. Ну, то есть просто вбивают с регионом, либо из какого-то конкретного региона. Более 80 процентов заходят с мобильных в больших городах именно на Local SEO. 50 процентов заходят с телефонов, с телефонов в более мелких таких комьюнити городах. И локальные запросы лучше конвертируются. По одному простому, по одному примеру, да. Вы когда хотите заказать пиццу, когда хотите найти какой-то ресторан рядом, когда хотите найти мойку СТО и прочее. То есть все решается, скорее всего, ну, не скорее всего, а решается для, например, тоже Америки, Австралии, Англии, как, ну, больше сейчас в Америке. Это когда человек вводит в Google название, например, там, ресторанс там и Local ему показывает, грубо говоря, какие-то конкретные рестораны. И это все показывается в Google Place. Дальше вы нажимаете на конкретную ресторан и сразу набираете на телефон. И в итоге сразу получаете конверсию. Собственно, важно быть в этом. Немного информации про Local. Local Search Today. Ну, собственно, он растет. Он большой рынок, очень большой рынок. Там всем его хватит. Собственно, ну, по данным графика все это видно. Идем дальше. Его рост примерно, то есть, примерно 77 миллионов. То есть это меньший процент, который я вам показывал, но данные и инфографики, данные, именно данные немножко отстают. Но 77 миллионов в US это круто. Поэтому стоит сделать акцент. Идем дальше. Как ищут в Local? То есть, в основном ищут все через Google. Но есть такие же, как Yelp, есть как Bing Local, Yahoo Local и маленькие какие-то директории, Facebook особенно, через которые можно получать хорошие лиды. Идем дальше. То есть, какой регион? То есть, у нас есть опыт в регионе Австралии, США. Блин, написал Канада, канала. Извините, пожалуйста, но уже не исправлю в данной презентации. Англия и Новая Зеландия. Новая Зеландия, хоть и небольшой регион, там всего 4 миллиона населения, но тем не менее, там есть интересные ниши, в которых можно с помощью там 30-50-100 линков получить топ-1 и получать тот же профит, как по многим тематикам в Штатах. Например, те же юристы, там грузоперевозки и прочее, и так далее, клининг и так далее. Идем дальше. Кто такие Local? Меня вот часто спрашивают. Это все, кто так или иначе связан с региональной привязкой. То есть, это бизнес, который осуществляет услуги регионально. То есть, это может быть любой, в принципе, бизнес. Но в основном это, я не знаю, рестораны, юристы, дантисты и прочее. То есть, обычно это штат, город, район, улица. То есть, на скрине сейчас в примере тематика, там, открытия дверей в регион Торонто. Ну, как видите, там очень много точек, в которых, ну, вот вы когда вбиваете запрос Locksmith Торонто, сразу вам показывается много разных вариантов. И люди не выбирают сейчас какие-то компании по, там, качеству и так дальше. То есть, в данных нишах интересуют больше всего рядом. То есть, человек, то есть, он выбирает нужный район, там, грубо говоря, минимум времени ехать. И направляется, собственно, в эту компанию и делает продажу. Пример. То есть, это небольшая компания СТО, стоматологи, клиники, юристы и прочее. То есть, есть также национальные, то есть, это сети, там, филиалы, то есть, которые находятся либо в конкретных городах, либо в множестве городов, либо вообще во всех городах, если это хорошая, успешная ниша, которая делает хороший продукт. Идем дальше. По факту, всем нужны лиды и продажи. То есть, мы их можем брать с помощью Google Places, Google Search Organica. Organica, то есть, это обычное SEO с помощью ППЦ, с помощью дальше контекста, который будет ловить, там, ремаркетингом и так далее. Третий, наверное, популярности, который используем, это Yelp. То есть, с Yelp есть ряд нюансов, но, тем не менее, это неплохой лидогенератор. Четвертое, это Facebook. То есть, у нас были такие примеры, когда с сайтом все ок, он стоит в топе, но у этого бизнеса нету странички на Facebook. Обычно такого не случается. Обычно это, как, знаете, по чек-листу, масс-хэв люди делают, но нету, да? И конверсия у этого сайта была плохая. То есть, тематика ремонт квартир в определенном регионе. Что было сделано? Было сделано Facebook, локальная, то есть, страничка для этой компании. И постепенно она обновлялась, набрала там немного. То есть, там до 500 лайков этой страницы и конверсия реально выросла. То есть, ну, примеры будут. Кстати, хочу сказать, что будет огромный пост на следующей неделе у нас в блоге. Он очень большой. Там три инфографики, 5000 слов, два видеоурока, плюс запись этого видео также будет. Поэтому там именно те нюансы, поскольку я люблю обычно говорить по сути, как есть, и максимально показывать все детали. Поэтому, ну, я вас хочу не разочаровать и сказать, что такое будет. В любом случае, оно уже готовится. Дальше. Bing. Bing, как ни крути, он генерит трафик. То есть, Bing Logo тоже генерит трафик. И многие даже склонны больше искать в Bing в некоторых тематиках. Поэтому, собственно, вот топ-5, наверное, ресурсов, с помощью которых можно получать лиды. Идем дальше. Идем дальше. Что важнее всего для органики? Там, кстати, я вот параллельно смотрю в чате твои общие рекомендации по пунктам. Вот, собственно, как раз дошли. Как-то вот синергия, видите, чатика с моей презентацией. Собственно, это хорошая оптимизация внутри сайта плюс заточка под регион. Это очевидно, понятно, но это нужно делать. То есть, ну, хорошо оптимизировать сайт. Если, то есть, как оптимизировать сайт, то есть, хотя бы сделайте хорошие тайтлы H1. Сделайте хороший текст, добавьте картинок, сделайте этот текст списками. И текст заточите еще под регион. То есть, например, если у вас компания оказывает мувинги в услуги в Чикаго, то нужно заточить, грубо говоря, главную под мувинги в услуги Чикаго. Также можно еще заточить ряд страниц, как мы обычно делаем, под районы, под... Если есть там сабвей, то есть, метро, если там есть какие-то улицы и так далее. То есть, чем больше будет таких страничек, тем, по факту, будет больше результат. Но есть много разных нюансов. То есть, второе, это привязка по Google Business. То есть, грубо говоря, нужно опробить свою компанию на Google Business, нужно оформить там все красиво. Ну, как минимум, это сделать там картинки, добавить расписание, когда вы работаете, добавить ключевые услуги. В этих ключевых услугах будут основные ключевые слова, по которым вы хотите получать топы. И, собственно, ну, оформить все красиво. То есть, в руководстве, которое в блоге, будет все детально описано, ну, как лучше. Дальше, местный контакт. Ну, то есть, и, соответственно, связать это все с Google Plus. То есть, четвертое, местные контакты. То есть, для Local SEO важно название компании, телефон и адрес. То есть, есть такие штуки, как Citation, то есть, упоминания. То есть, они довольно-таки неплохо влияют именно для локальных компаний. И, как бы, дают, в принципе, вес органики. То есть, вы выше в Google Place и выше в органике будете находиться. Ну, и, собственно, локальные линки, их никто не отменял. То есть, если есть какие-то локальные СМИ, окей, круто, и там блоги, директории, форумы, сообщества, неважно. То есть, я вам покажу сейчас, каким образом можно для любой тематики за 5 минут найти очень большое количество линков, которые можно сделать самостоятельно. Я думаю, это все хотят. Ну, то есть, и, как бы, если делать все грамотно, не спамить по-белому, то, в принципе, любой проект в локальном будет очень быстро лезть. Идем дальше. Что важно для Google Places? Хорошая оптимизация страницы компании в Google. Отзывы, локальный адрес, локальные линки. Все. То есть, это минимальный чек-лист, который можно использовать для того, чтобы, ну, как бы, получить топ. Отзывы влияют очень сильно на Google и желательно, то есть, у этого бизнеса, ну, который вы продвигаете, либо он ваш, в любом случае, есть определенный поток клиентов. Нужно просто их просить, там, давать какие-то бонусы и чтобы они оставляли эти отзывы на Google. Чем больше их будет, чем больше их динамика будет, чем, если они будут позитивные, там, по звездочкам, то это будет давать отдачу, и вы будете в Google Places двигаться хорошо. Хорошо. Идем дальше. Во многих нишах уже приходят такие матерые ребята, то есть, они получили, там, результат, грубо говоря, там, по региону Торонто. Ну, им мало, да, то есть, что они делают? 50 сателлитов, то есть, это 50 отдельных региональных сайтов. Ну, это то, что я видел, вот, недавно анализируя сайт. 50 Google Places для этих сателлитов, то есть, они оформлены как отдельные компании. Эти компании называются под основные топовые запросы. Дальше. Топ по органике, топы по картам, топы в контексте, топы в фейсбуке, топ в Yelp, топ в Bing Local. Вообще, все выжато. То есть, для примера, я вам сейчас покажу, таки, этот пример. Так, а где он есть? Подождите. Так, вернемся, наверное. Вот пример. Это Торонто, да. В Торонто есть тысячу улиц. Эти улицы считаются как нейборхудами, то есть, ну, практически как районами. И под очень много улиц, в данном случае, больше 50 сайтов, вот в таком виде, заточено под запросы, там, грубо говоря, Locksmith. В итоге, они неплохо выгребают лидов. Точнее, они выгребают все возможные лиды в данном регионе. И очень сложно на Вичкамте, которые заходят с одним сайтом, получить какой-то результат. Собственно, идем дальше. То есть, у нас сейчас переходим к практике. То есть, я сейчас закрываю презентажку, захожу в такой сервис. Оно мне будет показывать, да? Хорошо. WhiteSpark.k Собственно, есть такой ресурс. Ребята неплохо делают локальное SEO в Канаде. Точнее, в последнее время они больше делают акцент именно на продуктах. То есть, там, на проверке позиций, на цитатах и так дальше. У них есть такой продукт Local Station Finder. То есть, это софт, который помогает найти подходящие директории по нужному запросу в... Ну, то есть, предоставить список. То есть, смотрите, что мы делаем. Мы делаем вот так вот. Заходим сюда. Попробуем зайти сейчас сюда. Так, заходим в Local Station Finder. Желательно сейчас, чтобы только экран был. Вот. Например, мы выбираем регион. Ну, Канада как бы ок. Мы можем выбрать United States, да? То есть, более такой обширный регион. Выбираем Location. Например, там, Loss. Оно выбирает... Сразу дает вариант... Варианты. То есть, Лос-Анджелес. Дальше берем запрос. Lawyer. Ну, например, да, важный запрос. То есть, это... Мы можем, конечно, сузить наши запросы, написать, там, Accident Lawyer, там, и другие варианты лойеров, но, тем не менее. Дальше ставим Strict Search. Так. И, собственно, переходим к поиску. То есть... Давайте посмотрим. То есть, я уже смотрел варианты. То есть, он занимает пару минут для того, чтобы найти подходящие директории. Но я хотел бы посмотреть больше детально. То есть, это не реклама какого-то сервиса, поскольку мы сами пилим похожее сейчас. Но, тем не менее, ну, на рынке есть два продукта. Это Bright Local и White Spark, которые реально круто делают... Ну, находят такие вот директории. И вам, по факту, нужно лишь просто знать, что делать и делать. И все. Так. Сейчас, пока оно грузится... Мы можем еще нажать... Ctrl-F. Может... Ага. Давайте попробуем перегрузить страничку. Может, оно быстрее будет. О! Видите? Сразу нашло 140 вариантов. 140 вариантов. Нажимаем Viewsources. И тут есть такая штука. Вот. Сразу показывается топ-3, на которое желательно обратить бизнес... Ну, results. Да? То есть, это топ-3 конторы. То есть, видно 27 citations, 124 и 7. То есть, citations в нашем случае, это, как я уже говорил, название бренда, адрес, телефон. Ссылка, это вообще круто, но без ссылок тоже работает. И нам выдается список. То есть, 140 сайтов, да? Что нужно сделать? Как я делаю в первую очередь? Я всегда выбираю по domain authority максимально трастовые сайты. И видите, то есть, они в этом софте немножко апселя. То есть, они говорят там, Telos, Submit URL. То есть, чтобы они добавили. В принципе, неплохой URL. То есть, можно заказать citations у этих ребят. Они, скорее всего, тоже аутсорсят кому-то где-то на Филиппинах. Но можно нажать в Business Submission. И у нас сразу выдаются по domain authority именно те сайты, которые вы можете сами это все сделать самостоятельно. Причем на каждом сайте, ну, если видно, мы переходим и сразу на ту страницу, где они предлагают засубмитить линк. Ну, то есть, вот, сразу Submit Firm. Все, что нужно, это грамотно засубмитить. То есть, перед тем, как Submit, нам необходимо подготовить данные. То есть, какие данные нужно подготовить. Номер телефона. Локальный номер телефона. Если пока у вас его нету, его можно купить IP-телефонию. Очень много вариантов. Самый простой, который даже можно оплачивать в МЗ, это задарма. То есть, заходите задарма, покупаете за 10 долларов телефон в нужном регионе. Перенаправляете его на нужный телефон, на котором будет отвечать менеджер. Дальше, собственно, нужно адрес сделать. То же самое. Есть куча сервисов, у которых можно либо подсмотреть адрес, либо реально сделать виртуальный физический адрес, да, и использовать это для продвижения. Собственно, ну и название. То есть, и дальше плюс картинки какие-то, например, как минимум, это логотип. Очень хорошо еще работает, если на этих всех директориях будут фотки сотрудников, там, компании, офиса. Но обычно это мало используют. Собственно, вот такой вот небольшой лайфхак, как это можно делать. Надеюсь, он вам поможет в получении линков. Ну вот смотрите, то есть вопрос по тому, как строить линки. Вот вам локальные линки, 140 вариантов. Из них, я думаю, минимум 50 линков, либо 50 сетейшн вы сходу можете получить. А если подходить более широко, можно смотреть еще более узкие ключевые слова, вокруг, около тематики, связанные и так дальше. В итоге по каждому региону можно получать по 150 ресурсов. Это именно директорий, где можно засубмитить бизнес. То есть, это каталоги компаний, которые до сих пор рулят и, в принципе, неплохо развиваются на Западе. Тот же Yelp очень круто развивается. Он как поисковая система компаний. Вот, переходим обратно к презентажке. Примеры. То есть, из моих примеров, у нас есть разные проекты. И свои в тематике проекты, и проекты клиентов. Ну, собственно, вот юристы. Органический трафик – это информационно-коммерческий сайт. Вот так вот он вырос примерно за полгода, может чуть-чуть больше, поскольку вначале он отставил все еще, грубо говоря, полгода сам домен с заглушкой. Это хороший результат, поскольку один клик в данной тематике стоит от 50 до 150 долларов в контекстной рекламе. Ну, собственно, это серьезно. То есть, даже на таком ресурсе можно с помощью контекстной рекламы неплохо зарабатывать. Второй пример – туристические услуги Европа. То же самое. То есть, под Европу, кстати, WhiteSpark тоже работает. Это, в принципе, круто. Собственно, можно найти локальные линки. То есть, старт SEO, базовая работа, ничего очевидного. Все ок. Строим линки. Хорошо оптимизированный сайт. Делаем это системно, периодически обновляем контент, который там заточен под информационные, либо добавляем новые лендинги под коммерческие запросы. Сайт растет. Как бы это узкая ниша, она довольно-таки коммерческая. Поэтому, ну, вот так вот. Трафик небольшой. Этот пример самый жесткий. Он не совсем региональный. То есть, ну, в связи с тем, что у нас жесткая NDA с данным клиентом. Но Car Insurance, да. Это самый сложный запрос, наверное, из которого я двигал, кроме тематики, там, грубо говоря, там, более серых тематик. То есть, Car Insurance. В этом топе, если посмотреть, выдача особо не меняется. Там нужен минимум год. То есть, это не совсем локальные результаты. Но мы дальше пошли и интереснее. То есть, мы начали затачивать под каждый штат, каждый регион, каждый город и так дальше. И это, в принципе, дало хорошую отдачу. Пример 4, это совсем локал. Чтобы вы понимали, то есть, компания заточена. То есть, вот, посмотрите эти запросы. SPA Repair, Hot Tube Repair. То есть, ну, ремонт, да, там, разных штук. Там совсем локал. То есть, позиций немного, запросов немного. Результат есть. Клиент доволен. Затраты окупаются. Клиенты идут. Как бы особо, чтобы получить такой результат, это как бы не продвижение даже в тематике тикетс. То есть, мы берем обычный сайт, затачиваем его, хорошо оптимизируем. Но нужно очень сильно понимать, что вот про нюансы, да, про нюансы. То есть, основные нюансы, это в локале большинство сидит с телефонов. Если вы делаете сайт, лучше изначально его даже затачивать под мобилки. То есть, чтобы было все максимально просто. То есть, человек, есть услуги, которые вот очень-очень такие спонтанные, быстрые. Нужно быстро принимать решения. Поэтому важно затачивать сайт. То есть, mobile-friendly не только для того, чтобы Google не присылал сообщение о том, что ваш сайт не mobile-friendly, а то, чтобы не терять потенциальных клиентов. Собственно, еще раз. То есть, нужна хорошая оптимизация внутри сайта плюс заточка под регион. Это все понятно. Это все знают, все очевидно, но это нужно делать. Второе, это привязка Google Business, оптимизация Google+, местные контакты, телефон-адрес и локальные линки. Больше ничего не нужно. Вот, вроде бы все звучит как бы очевидно-понятно, но многим проектам необходимо время. То есть, некоторым можно за месяц, два в том же Google+, уже получить результат, получать первые какие-то лиды. Можно, грубо говоря, потратить на это 3, 4, 5, полгода и более. То есть, все зависит, опять же, от ниши. Но для локального чем круто, то есть... Так, я сейчас немножко еще... Для локального чем круто, что конкуренция на порядок ниже. Ну, на порядок ниже проще получить результат в каком-то небольшом городке, в котором население, там, грубо говоря, 250 тысяч человек, и потратить на это, ну, минимальные ресурсы. И это будет работать. И можно в таком же регионе попробовать более дорогие виды привлечения клиентов. Это, там, грубо говоря, в Фейсбуке пустить таргетинговый трафик, в контексте пустить, ну, протестить хотя бы на начальном этапе, будет ли это вообще работать. Это, наверное, номер один, что нужно делать. Поскольку, если контекст не работает, почему SEO должно работать? В чем-то должна, может быть, проблема. И желательно в этом разобраться до того, пока вы начнете продвигать. Ну, и поэтому все начинается с анализа. То есть, мы вообще все начинаем с анализа ниши, поскольку иногда анализ ниши просто экономит те деньги, которые можно потратить за полгода-год, и в итоге получить даже результаты, не получить ничего в плане окупаемости и прибыли проекта. Поэтому желательно сразу разобраться в этом. Я на прошлой конференции делал, на позапрошлой конференции делал доклад по поводу анализа ниши. Так вот, там детально описано это все. То есть, если нужен линк, можно найти в блоге. Но к чему я это все веду? То есть, это отвечает на вопрос, надо ли что-то там делать, или лучше вообще не стартовать. То есть, и для того, чтобы это сделать, требуются какие-то ресурсы. И лучше, если делать самостоятельно, лучше потратить, там, грубо говоря, если надо неделю, окей, нужно неделю потратить. Но в итоге вы сэкономите очень много времени потом, и потерь тоже. Еще раз, скоро очень много инфы по делу тут. Вот, seoprofi.ua slash blog будет на следующей неделе. Поэтому, как бы, приходите к нам на блог, будет полезно. Мы еще на запад сделаем рассылку, то есть, чтобы посмотреть. Там очень большой материал по локальному SEO с максимальным количеством примеров, инструкций и так далее. Собственно, еще немножко инфы о рынке local SEO. Вот такой краткий анализ, да. То есть, я для себя все структурирую, делаю очень там кратко. Ну, грубо говоря, есть на рынке софт. Вот brightlocal.com софт неплохой. Он тоже выполняет похожие задачи, как White Spark. Просто мне White Spark более удобный. Есть ребята, Rich Local, это крупная компания. Представьте, SEO-маркетинговая компания, она на ходе акции ее торгуются на бирже. У нее оборот в год 500 миллионов долларов. И у них 2500 сотрудников и, по-моему, порядка 25 тысяч локальных клиентов. Ну, вот такие вот какие-то цифры. Интересные для тех, кто планирует куда-то углубляться. Идем дальше. Точнее, все заканчиваем. Давайте вопросы. Вопросы желательно сейчас писать в чатик, поскольку, ну, как бы у меня комп рядом. И очень сложно будет находить их выше. Спасибо за внимание. Так. Как искать Local SEO клиентов буржуев? Какие каналы наиболее перспективны? Ну, если прям клиентов, клиентов, которые местные, желательно находиться там. Но это факт. То есть, ну, там, ППЦшный, SEOшный трав вряд ли к этому поможет. Либо потихоньку качать бренд, потихоньку, там, брать какие-то маленькие заказы, добиваться результатов, показывать кейсы и постепенно выходить на более таких крупных клиентов. Ну, а все обычно. Делается сайтет, постепенно развивается и так дальше. То есть, и нужен, чтобы был суппорт англоязычный, чтобы сейлсы были англоязычные, проекты были англоязычные и SEOшники, которые могли написать на английском, грубо говоря, тот же аудит. Существуют ли рабочие методы получения средственных ссылок в ниши Escort услуг? Регион Лас, Вегас, Вимурнер. Если честно, мы с такими нишами не особо работаем, но это как есть. То есть, ну, то есть, это максимум, это, наверное, там, Russian Brights и Ukrainian Brights. Ну, это довольно-таки белая ниша, если сравнивать там с Escort. Ну, сложно сказать, естественная. То есть, для таких тематик, как там Escort, Gambling, Pharma и прочее, нужно искать любые варианты получения линков. Ну, то есть, что можно получить легко, да? Директории можно получить. Да, они особо не работают, но это разбавка. Профили локальные, их тоже можно получить. Комменты в СМИ. Это можно сделать с Discuss, отсортировать сайты по Алексе, которые, например, американские, и поискать, где можно оставить. То есть, проверить, пройтись, посмотреть, и которые удаляют, выделить для себя нормальный список. Можно сделать инфографику, добавить в директории. Это будет немного. Это будет где-то линков 50, потолок, да? Из них еще 25 будут платные, причем не очень дешево, там, по 20-25 долларов в СМИ. Но это тоже варианты линков, которые, возможно, не сделают конкуренты. Дальше локальные, то есть, Citation, которые я показывал. Можно спокойно, ну, посмотреть, проверить, оценить ресурсы по сайне человека, и пусть он проходит. Но это как минимум, да? То есть, то, что приходит на первый взгляд. Хорошие варианты делать сетки сателлитов, ну, это факт. То есть, если у вас там, грубо говоря, будет 50 сайтов, и с них будут линки идти только на ваш сайт, и вы эти сайты будете периодически поддерживать, по сути, можно просто разбавить какой-то ссылочный, и у вас будет все время топ и результат. Вопрос. Мозлокал юзаешь? Юзаю и мозлокал, и другие ресурсы, и последние, наверное, месяца 8 поскупал все возможные курсы, все возможные информации и так дальше. У нас, как бы, мы сильно копаем в это, много делаем по поводу локального. Я думаю, что в ближайшее время, то есть, мы сегодня должны были релизить сайт localprofi.com, то есть, вы можете зайти посмотреть, там висит обычная заглушка, но, к сожалению, мы не успели его зарелизить, поскольку там куча информации, которую, ну, просто не успели. Вот. Есть разница в плане продвижения между locations и brand pages. По виртуальному адресу в Украине реально подтвердить Google Business? Не уверен, что реально, но, смотрите, то есть, по виртуальному адресу, если в Украине, то реально подтвердить, если в US, по виртуальному украинскому, то, думаю, вряд ли. И разница между продвижения между locations и brand pages не особо немножко понятна. Можно уточнить вопрос? По примеру, с 50 сателлитом, эти все сайты на отдельных доменах и какого вида размера эти сайты? Да, все на отдельных доменах, как минимум 5-10 страниц на каждом сайте, можно брать дропы, в принципе, главное, тематические. И, да, желательно, ну, максимум по 5 доменов на одного владельца, и это все еще разносить на разные IP-шники, потому что будет плохо, если Google спалит вашу сетку. Ну, тоже лайфхак, да, вот в той же тематике. Например, у меня есть знакомые, у которых сетки есть, например, там по Токио, да, на англоязычном, а у других есть по Таиланду. Они просто делают обмены, таким образом прокачивают свои сетки и увеличивают результат. Контент-маркетинг интересен им там. Да всем интересен контент-маркетинг, понимаете, тут основной вопрос, как его правильно приготовить. То есть это на самом деле не все так легко, нужно сильно взаимодействовать. И не всегда это так дешево получается, как на самом деле этого хочется. Поэтому интересен, если, ну, подходить именно там прям правильно, то есть вникать в весь продукт, то есть анализировать все, до этого делать анализ ниши, то есть и на основании этого действовать дальше. Составление качественных ТЗ для копирайтеров забугорных. Интересно будет такое? Составление качественных ТЗ для копирайтеров забугорных. То есть это вопрос, то есть интересно ли нам составление ТЗ. Я думаю, нет, поскольку у нас ТЗ всегда дается четкая подзадача. Либо уточните вопрос, потому что не сильно понятно. Так, чем проверяете конкурентность ключей? Есть такая штука, называется Keyword Revealer. Вот так вот. Сейчас. Сервис, который, в принципе, неплохо показывает, насколько эти ключи конкурентны и так дальше. Ну, самый простой вариант это AdWords, да, но он показывает так себе. Так, какой аналог для Ру Вайтспарк? Да я не знаю аналогов, то есть, если честно, то есть я не разбирался. То есть мы в основном локальное SEO, не в основном, а только, наверное, делаем пока только на английском языке. Поэтому других сервисов не подскажу. Да, хостеры желательно разные. Но можно, в принципе, там есть Vultr, DigitalOcean, чуть-чуть Амазона и других хостингов. Можно использовать вот так. Ну, например, тот же Amazon будет дорогой. Vultr будет самый оптимальный и самый быстрый по тому, как можно сетапить сервер. Да, без подтверждения адреса или телефона, согласен. Но подтверждать можно. Нишу SEO тоже можно разбивать по локалке. Я не уверен, что она будет конвертиться. То есть тут мы SEO не пробовали по локалке продвигать, поэтому ничего вам по этому поводу не скажу. Лучше сделать на сайте 30 страниц под каждый Нейборхуд или сделать 30 сателлитов под каждый Нейборхуд? Или как ставить ссылки на основной ресурс? А зачем вам ставить ссылки на основной ресурс? Вам, по сути, важны лиды, правильно? Если делать именно ту заточку, как в примере с Locksmith, вам по факту нужны звонки и заказы. Все, вам больше ничего не нужно. Поэтому они как автономные мини-компании такие. И все. То есть вам, по сути, для таких регионов не нужно прокачивать особо ссылками основной сайт. Что скажешь про Мослокал? Хороший сервис, молодцы ребята. Ну, то есть развивают. Но пока в White Spark во многих случаях лучше. Сколько ссылок с одного сателлита нежелательно ставить? Ну, можно поставить один сквознячок и особо не париться. Этого будет достаточно. В сквознячке желательно использовать брендовый запрос, поскольку может тоже фильтрануть. То есть, ну, если у сателлита много страниц. Если немного, там 5, то нормально можно иногда на общем фоне поставить и анкорные. Ланктелл Про пользовался, ну, честно, я не вижу никакой там супер пользы, которую мы там не получаем с других сервисов. Поэтому мы как бы выбрали ряд инструментовыми и пользуемся. То есть, как бы, когда-то мы покупали все инструменты, пользовались всем. Но по факту это не нужно. Свои проекты есть под локал? Продаете лиды под реальный бизнес? Свои проекты есть в тематике лойеры. То, что на скрине я показывал. Но там все ок. Ну, то есть, в плане партнерки все нормально. То есть, лиды есть куда сливать. Были бы побольше этих лидов. Поэтому мы по чуть-чуть аккуратно развиваем вот такие вот свои проектики. По вашему мнению, насколько эффективно локальное SEO-окридиректории у нас не особо популярны? Ну, как бы эффективно, но так как на Западе пока это не работает. Эффективно, вот, например, там вы хотите где-то покушать, хотите что-то сделать и так дальше. То есть, здесь важно оптимизировать Google Maps, ну, чтобы оно сразу выдавалось все. То есть, вот эти вот результаты, вы сразу приходили к тому действию. Это эффективно, там, для тех же, там, экстренное открытие дверей тоже работает, там, замков тоже очень хорошо работает. Поэтому, ну, зависит сильно от ниши. Такси тоже работает и так далее. Продвинулся, что с лидами делать? Как их монетизировать? Ого! Если есть много лидов, я бы посмотрел, ну, то есть, как минимум, можно сделать оффер локальным ребятам, которые, ну, там, либо поискать партнерки. То есть, если там какие-то партнерки интересные, можете, то есть, если у вас трафик интересный, то можете написать на, вот, почта, info.seoprofi.ua. В принципе, могу помочь с поиском таких партнеров, поскольку, ну, есть опыт. Да. В целом, это, наверное, все. То есть, я вижу вопросы, то есть, я постараюсь еще в течение дня на них ответить. Немножко, так вот, подустал, поэтому делаем пару минут перерыв. Готовим следующего докладчика. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.